Всем большой привет! Добро пожаловать! Меня зовут Татьяна Потанина, и сегодня будет рубрика Дешево и круто! Сегодня расскажу о своих бюджетных открытиях косметики за последний месяц. И сегодня будем говорить именно о декоративной косметике, о макияже. И это будут те продукты, которые доступно стоят, но при этом они очень классные по качеству и могут даже посоперничать с люксом. Давайте начинать! Поехали! Начну с палетки для скульптурирования лица от бренда Nova. Называется эта палетка Beauty Makeup, и она у меня в оттенке 0.1. Здесь внутри находится пудра для скульптурирования и хайлайтер. И это тот редкий случай, когда оба продукта в палетке оказались суперудачными. Пудра здесь правильного прохладного коричневого оттенка. Она создает очень естественную тень на лице. У этой пудры такая полупрозрачная пигментация, и эта полупрозрачная пигментация мне, кстати, на самом деле очень напоминает люксовые продукты, потому что вот именно в люксовых скульпторах любят делать такую пигментацию. Полупрозрачные скульпторы, они более простые в работе, с ними сложно как-то напятнить, с ними сложно сделать грязную полоску на лице. Поэтому я люблю полупрозрачные текстуры именно в скульпторах и в бронзерах. И у этого скульптора очень шелковистая текстура. Он буквально сливается с кожей. Он очень такой мелкодисперсный. Его вообще незаметно на лице. Он супер натурально выглядит. Для светлокожих девчонок очень классный продукт. Если вы смугляночка или если вы очень загорелая, то тогда не берите, потому что на вас, я думаю, что будет вообще этот скульптор незаметно. Он все-таки очень деликатный. А вот для светлой кожи то, что надо. Хайлайтер здесь тоже классный. Он такой сливочный. У него красивое равномерное сияние без отдельных крупных блесточек. Он достаточно ярко сияет, но при этом это такое дорогое сияние. Мне очень нравится что хайлайтер, что скульптор. Палетка, считаю, прям классная. Новый это китайский производитель. Но это, знаете, не какой-то китайский непонятный там подпольный бренд, который где-то в каких-то подвалах производится. Нет, это прям крупный известный китайский производитель. Продается на Алиэкспресс и в магазинах подружка. И, кстати, часто бывает, что в магазинах подружка цены даже выгоднее, чем на Алиэкспресс, если есть какие-то распродажи и какие-то промокоды. Ну и плюс, в целом, конечно, в подружке купить удобнее, потому что не придется долго ждать, как придется ждать с Алиэкспрессом. У меня здесь лежат очень крутые жидкие тени. Это тени от DIVAGE. Называются они Crystal Liquid Eyeshadow. И эти тени у меня в оттенке 02. Это была абсолютно случайная находка в магазине Ашан. Кто смотрел мой ролик с закупкой из косметики Ашан, тот видел эти тени. Я их взяла просто потому, что там особо нечего было брать. И получилось так, что я попала прямо в яблочко, потому что эти тени шикарные. Это металлик, и они выглядят навеки буквально как жидкая фольга. Посмотрите, как красиво сияет. Просто потрясающе. У них яркая пигментация. Они равномерно ложатся. Они с фиксацией буквально секунд через 30-40 после нанесения застывают. И потом очень хорошо держатся на протяжении всего дня. Они скатываются в складку, не тускнеют, не осыпаются, держатся просто как прибитые. И мне еще нравится, что они не зажевывают кожу века, что часто бывает с бюджетными жидкими тенями. В общем, такая случайная находка, которая оказалась в числе моих фаворитов. Могу посоветовать. Еще один продукт для макияжа глаз. Это тушь от Evelyn Variette. Но не классическая черная, а коричневая. Черную тушь Variette очень многие любят. Я в том числе. Я ее неоднократно покупала и вам нахваливала. И вот Evelyn выпустили коричневую версию. И она не менее крутая, чем черная. А здесь такая же щеточка, как и у черной. Маленькая, силиконовая, с короткими щетинками. И что, кстати, приятно, щетинки здесь не колючие. Глаз не царапают и не раздражают. И знаете, что мне понравилось в этой туши? Мне очень понравился ее оттенок. Потому что здесь такой правильный, насыщенный, коричневый, холодный, шоколадный оттенок, который не создает эффекта заплаканных, болезненных глаз. Вот иногда бывают коричневые туши, которыми накрасишься, смотришь на себя, и у тебя как будто бы какие-то больные глаза. Это обычно бывает, если в коричневом оттенке много красного пигмента. Здесь красного пигмента, очевидно, немного, потому что на глазах она смотрится очень красиво. Реснички и удлиняет, и придает небольшой объем, и разделяет, не создает комочков. Щеточка очень удобная для прокрашивания даже нижних ресничек. Я с этой тушью вообще не ляпаю на веко, у меня очень получается аккуратно с ней прокрашивать. И для повседневного использования коричневые туши это хороший вариант, потому что они смотрятся более естественно и более мягко на глазах, чем черные туши. Ну, а для блондинок, для светло-русок, девчонок, коричневые туши это вообще маст хэв. Короче, классная, понравилась, присмотритесь. Карандаш для губ от бренда Шу в 48-м, очень трендовом оттенке. Это холодный коричнево-серый оттенок. Конечно, на любителя, так скажем, не всем подойдет, не всем понравится, но сейчас такие оттенки именно в карандашах для губ очень актуальны. И вот если вы в поисках такого карандашика, вот, пожалуйста, стоит абсолютно недорого рублей, мне кажется, 150-250, уже не помню точно, за сколько его заказывал, но помню, что он был недорогой. И он такой приятный, он мягкий, он не царапает губы, он хорошо наносится. Стойкость у него средняя, не скажу, что он какой-то гиперстойкий, но, в принципе, если вы не будете есть что-то жирное, то тогда он у вас будет хорошо держаться. Ну, можно просто носить его с собой и обновлять в течение дня. Вообще, бренд Шу, это тот бренд, который я в своих видео неоднократно ругала, но, как и в любом бренде, бывают хорошие продукты у бренда, а бывают провальные. Вот этот карандаш однозначно могу отнести к хорошим продуктам. Присмотритесь, кто любит такие оттенки. Еще один продукт для губ, это тинт от бренда Эстрад, и называется он Адель, и этот тинт у меня в оттенке 04. Красивый, ягодный, сочный оттенок. В тюбике выглядит достаточно темным, но, если нанести его на губы тонким слоем и растушевать пальчиком, получается такой очень натуральный эффект зацелованных губ. Как будто бы твои губы просто стали такими более сочными и более яркими. Если нанести его в несколько слоев, то тогда получается уже более насыщенный, более темный цвет, ну, приближенный к тому, что мы видим в тюбике. У тинта приятная водянисто-гелевая текстура, он буквально тает на губах, и ты его вообще потом не чувствуешь. Ему нужно, ну, где-то, наверное, минутку, чтобы он впитался, уселся, зафиксировался, и все. Дальше у тебя абсолютно сухие губы, он не отпечатывается ни на бокалах, ни на щеках, ни на рубашках, в общем, нигде, чтобы вы не захотели поцеловать, нигде вы свой след не оставите. И знаете, что меня еще приятно удивило? То, что он не стягивает и не пересушивает губы, потому что очень многие тинты в такой жидкой текстуре оказываются суперсушащими. Здесь такого эффекта вообще нет. Вот после того, как я попробовала этот четвертый оттенок, я хочу заказать себе и другие оттенки в этой линейке, потому что тинт классный. Что касается стойкости, стойкость у него неплохая, но это не самый стойкий тинт, что я пробовала. И для меня лично это плюс, потому что я не люблю такие тинты, которые намертво въедаются в губы, и ты их ничем не можешь смыть. Этот тинт легко смывается с губ с помощью любого средства, масло содержащего для снятия стойкого макияжа. Кстати, в тему о ягодах, помимо того, что мне очень нравятся ягодные оттенки, я еще просто обожаю парфюмы с ягодными нотами. И я пополнила свою коллекцию ягодных ароматов, ароматов Синьорина Мистериоза от бренда Сальватори Феррагама. И этот парфюм, кстати, я тоже могу отнести к бюджетным находкам, потому что он стоит так достаточно доступно. Ну, конечно, не прям там какие-то копейки, но, знаете, по сравнению с ценами на люкс, которые сейчас у нас есть, эта цена, я считаю, что более чем адекватная. Я заказывала на рандеву, у меня флакончик 20 мл, и двадцатка стоит 2800 на момент съемки видео, по-моему, 2800 с копейками. Плюс еще, не забывайте, у меня есть на рандеву промокод, который дает дополнительную скидку 10% и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. И вместе с промокодом цена получается еще более приятная. Двадцаточка, кстати, выглядит просто наимилейшим образом, вы просто посмотрите на этот флакончик. Ну, прелесть, просто прелесть. И пахнет этот аромат тоже прелестно. А я заказывала, кстати, его вслепую по отзывам. Мне его одна подруга очень хвалила, плюс я почитала пирамидку, посмотрела отзывы на фрагрантики и поняла, что, скорее всего, он мне понравится. И действительно, он мне очень понравился. Это ежевичный десерт со взбитыми сливками. Он такой прям женственный, манкий, игривый. И вот когда я в нем, у меня такое прям игривое девчачье настроение. И я заметила, что такие ароматы ягодные гурманские очень любят мужчины. И мужчины их всегда подмечают. Муж мне вообще сказал, когда я была в нем, что он хочет меня съесть. Настолько вкусно пахнет. Вот знаете, мужчинам им не нравится вся вот эта вот сложная ниша, вот эти вот все деревяшки, амбры. Мужчины такое не понимают. Мужчины любят вот ягодки, конфетки, чтобы сладенько, вкусненько и ненавязчиво. Вот этот аромат как раз именно такой. Мне очень понравился. Я думаю, что осенью я буду его очень часто носить. Он все-таки такой больше на холодную погоду. Я его успела поносить и в те дни, когда у нас было похолодание достаточно сильное. И сейчас вот когда жара на улице. И мне все-таки больше нравится, как он раскрывается именно в холод. Поэтому, если вы в поисках ягодного аромата на осень, то однозначно советую присмотреться. Потрясающе. И также напоминаю, на рендеву очень большой ассортимент. Там есть разные бренды. И нишевые, и люксовые, и миддл маркет, и даже масс-маркет бренды. Парфюмерия на рендеву продается только оригинальная. Помимо парфюмерии, вы сможете там найти большой достаточно выбор косметики самых разных брендов. У рендеву часто проходят распродажи с очень хорошими скидками. И у них есть классная опция оплата долями. Это выгодно в тех случаях, когда на какую-то твою хотелку появилась очень вкусная цена. А вот у тебя на данный момент на карте нет всей суммы. Можно оформить оплату долями. Это такая, получается, беспроцентная рассрочка. И схватить свою хотелку по самой вкусной цене. Свой промокод оставлю в описании под видео. Там же будет ссылочка на этот прелестный аромат. И, кстати, еще промокод, напоминаю, у меня многоразовый. И он действует на покупки от 2,5 тысяч рублей. Ссылки ждут вас в описании. Возвращаемся к косметике. Следующий продукт это помадка для бровей от бренда Top Face. Но почему-то сам бренд, кстати, называет это средство не помадкой, а гелем для бровей. Но по факту это никакой не гель. Это прям классическая помадка. Я вообще с этим средством давно знакома. Но вот только за последний месяц я стала этой помадкой пользоваться очень часто. Потому что сейчас ничего, кроме этой помадки, для моих убитых бровей не подходит. Я сейчас нахожусь в процессе выведения перманентного макияжа с бровей. Я, кстати, об этом подробно рассказываю у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь. И вот после выведения перманента у меня брови то красные, то в шелушениях, то с корками. И, в общем-то, ни один продукт, кроме этой помадки, мне сейчас не подходит. А с ней у меня получается замаскировать все вот это, что происходит с моими бровями. И нарисовать себе более-менее нормальные брови, с которыми можно и в люди выйти и видео снять. Она у меня в оттенке 002 Taupe. Оттенок удачный. Это нейтральный коричневый, такой не очень темный. Хорошо подойдет русоволосам и шатенкам. В принципе, даже для блондинок тоже можно рассмотреть, если вы любите такие более яркие, более акцентные брови. У этой помадки прекрасная пластичная текстура. Ее можно наносить более обильно. Тогда можно прям всю бровь заштриховать и сделать такие графичные яркие брови. Либо можно прям буквально чуть-чуть набирать на кисточку, счищать остатки о руку. И тоненькими-тоненькими штрихами прорисовывать волоски. То есть она такая очень вариативная в плане нанесения. Здесь, кстати, в комплекте есть кисточка, но кисточка здесь некудышная. Она очень какая-то толстая. И такой кисточкой, конечно, нормально брови не получается у меня оформить. А вот четочку с обратной стороны, в принципе, можно использовать. И еще из плюсов эта помадка очень стойко держится. Вот как вы ее нанесете утром, так она у вас вечером на бровях и останется. Следующий продукт для бровей это гель Ultimate Fix от бренда Artvisage. И он сделан в коллаборации с брендом Золотое яблоко. Я думаю, вы все знаете тот самый легендарный гель от Artvisage, которому 100 лет в обед. И он действительно хорош, но вот эта версия еще лучше, чем тот старенький гель. Эта версия более стойкая. Этот гель дает очень хорошую фиксацию. Вот как ты им зафиксируешь волоски, так они у тебя весь день и продержатся. Здесь удобная маленькая щеточка. Этой щеточкой удобно подчесывать даже самые маленькие волосочки у основания брови. Удобно укладывать хвостик. И приятно еще, что этот гель не оставляет белого налета на волосках. Стоит абсолютно недорого. Классная штука, присмотритесь. Консилер от Stellar из их базовой линейки. Называется он Super Cover Concealer. И он у меня в оттенке 03 Natural Beige. И это тот случай, когда производитель не обманул. Этот консилер... Этот консилер действительно супер перекрывающий. У него очень сильная пигментация. Он перекрывает буквально все. Но, так как он такой супер кроющий, конечно, он не очень естественно выглядит под глазами. Я его не посоветую вам именно для зоны вокруг глаз. Это скорее такой корректор для каких-то прыщиков, для каких-то пятнышек на лице. В общем, для нанесения куда угодно, но не под глаза. Посмотрите, какая степень покрытия. Перекрывает буквально все. Плюс он еще достаточно быстро фиксируется. Поэтому его нужно быстро растушевывать. И после того, как он зафиксировался, он шикарно держится. Если в поисках супер кроющего консилера, присмотритесь. Что у меня еще здесь осталось? Карандашики для глаз. Карандашики для глаз от бренда Paris'а. Из линейки Neon Demon. Я вам уже из этой линейки показывала зеленый карандаш, по-моему, желтый карандаш. В общем, я все скупаю и скупаю новые цвета. Потому что эти карандаши просто восхитительные, девчонки. Они восхитительные. Они классно скользят по веку. Они очень пигментированные. При этом они с фиксацией. И они будут держаться у вас на веках целый день. Я с этими карандашами рисую себе яркие стрелки. Я думаю, что вы заметили, в последнее время у меня в макияжах часто бывают яркие стрелки. И мне прям очень нравится. Буквально вот добавишь эту яркую стрелочку, и твой макияж уже заиграл новыми красками. Уже появилась какая-то изюминка, которая прям привлекает внимание. Поэтому такие яркие карандашки у меня сейчас вошли в число must-have. В этот раз я заказала себе оттенок 605. Называется он Fire Orange. Это неоновый оранжевый. И оттенок 606. Это яркий, насыщенный оттенок фуксии. Сегодня, кстати, я им рисовала стрелки. Эти карандашки еще, кстати, классно использовать не только для стрелок, но и для того, чтобы выделять внутренний уголок глаза. Если вам идет такой тип макияжа. Присмотритесь к этим карандашам. Вот пока что все оттенки, что я заказывала, а у меня их, наверное, уже 5. Все удачные. Кремовый румяна от Chic. Я вам показывала в одном из прошлых видео тоже кремовый румяна от Chic. И тоже их очень хвалила. В прошлый раз я себе брала оттенок 02. Это такой довольно яркий, насыщенный кораллово-персиковый оттенок. А в этот раз я решила взять оттенок поспокойнее. И это оттенок 04. 04 оттенок оказался очень интересным. Я бы сказала, что он такой прям сложный. Он как будто бы и розовый, но при этом не прямолинейно розовый. Он такой розово-бежево-лиловый что ли. Он прям сложный. Сложно его описать каким-то словом. И на коже выглядит очень естественно. При этом классно освежает. И мне кажется, что этот оттенок достаточно универсальный. Вот в 02 персиково-коралловый понравится не всем. А 04 понравится большинству. Потому что он создает эффект прям натурального румянца. По текстуре приятный, кремовый. Достаточно сильно пигментированные эти румяна. Поэтому их нужно прям капельку наносить. И они легко тушуются. Можно растушевать хоть пальчиком, хоть кисточкой. Чем угодно. В плане тушевки с ними никаких проблем нет. И по стойкости они тоже замечательные. Я, кстати, жаловалась вам в прошлый раз, что у 02 оттенка плохо сами румяна выдавливаются из тюбика. И в 04 оттенке точно такая же история. То есть это, видимо, просто проблема со всеми румянами. От шик, видимо, что-то здесь такое с упаковкой странное. Как будто бы, знаете, очень маленькая дырочка что ли здесь. Только не дырки это, а отверстия. И тяжело как будто бы вот этой кремовой текстуре пролезть через эту дырочку. В общем, не знаю, в чем причина, но выдавливаться они достаточно сложно. Но, несмотря на это, уже второй раз попадают эти румяна в число моих бюджетных фаворитов. Потому что они классные. Они классные, вот правда. И стойкость, и цвет, и тушевка. Все с ними прекрасно. Осталась у меня рассыпчатая матирующая пудра от Stellar. Она в оттенке 0.1 и в баночке эта пудра выглядит белой. Но когда ты наносишь ее на кожу и растушевываешь кисточкой, она выглядит на лице абсолютно прозрачной. Кожу не выбеливает. Это матирующая пудра, и она действительно хорошо матирует. Она хорошо прибивает жирный блеск. И матовость от этой пудры у меня лично держится на лице достаточно долго. Мне понравилась ее шелковистая текстура. Она не мучнистая. Она очень натурально выглядит на лице. И она даже как будто бы немножечко визуально блюрит поры. Эта пудра стоит, по-моему, в районе 700 рублей, если без скидок. Но бывают скидки, поэтому берите, конечно, лучше на скидках. 700 рублей все-таки я бы, наверное, за нее отдавать не стала. Потому что есть бюджетные рассыпчатые пудры, которые, в принципе, будут не хуже, чем эта пудра. Но если вы увидите ее на скидках, то можно смело брать. И для тех, кто боится талька в составах, имейте в виду, здесь тальк в составе есть. Это пудра на основе талька. Тальк здесь стоит на первом месте. Ну вот, если увидите на скидках, то можно смело брать. Она классная. На этом все. Буду рада, если поставите лайк. Также жду ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Обнимаю вас. Пока-пока. До встречи в новых видео.